Свежая деталь только что из печки. На этом участке применяется самый современный в мире способ порошковой покраски деталей. Технология предусматривает несколько этапов. Тщательную мойку, фосфатирование, то есть нанесение защитного слоя, окрашивание и запекание в печи обжига. В Самаре на российско-германском предприятии сельхозтехники открыт новый производственный корпус. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что завод сегодня входит в топ-5 ведущих поставщиков агротехники, причем не только для России, но и для республик ближнего зарубежья. В целом по стране значительно выросла доля производства собственных машин, в том числе прицепных, сельхозмашиностроения. Здесь импортозамещение в этой отрасли работает реально, есть реальные результаты. Наша доля из 80 примерно миллиардов рублей по стране, это с Россельмашем, это с Кировским заводом в Питере и так далее, ну это гиганты, вы понимаете. Мы занимаем из 80 миллиардов 5 миллиардов только наше предприятие Евротехника. В 2016 году на заводе провели модернизацию производства, а в новом корпусе разместили цех покраски и доладили выпуск прицепных сельхозмашин. Это самые современные агрегаты для сберегающих и интенсивных технологий в растении и водстве. Машины не дешевые, но правительство страны субсидирует закупки. Самарский завод реализует свои проекты при поддержке Всероссийского фонда развития промышленности. Виден результат этой субсидии сразу же в росте производства, выплате налогов. Мы ощутили как министерство в прошлом году мощную поддержку губернаторского корпуса по развитию этой дальше субсидии и выделению дополнительного финансирования. И надо сказать, что первое письмо от первого губернатора, который мы получили, это было письмо Николая Ивановича, который первым поставил перед правительством просьбу, задачу увеличить количество средств. Техника, проверенная временем. Самарские сельхозмашины закупают крупные агрохолдинги, для которых качество работы в поле – гарантии урожая. Для самого предприятия это гарантии стабильности. И для инвестора тоже. Германская страна инвестировала в модернизацию предприятия 200 миллионов рублей. И сегодня в России производят технику, которую раньше можно было купить только за рубежом. Все это в непростых экономических условиях. Впрочем, режим санкций никак не повлиял на решение акционеров расширять производство в России. Некоторые компоненты, которые поставлялись, совпадали по номеру с позициями в санкционных списках. Но для энергетического сектора там были проблемы, но вообще других примеров, которые попали бы под санкции, не было. В планах дальнейшее увеличение объемов производства, но перед этим необходимо решить земельный вопрос. Нам еще надо помочь им с землей, для того, чтобы расширять производство. Им не хватает сейчас земли, мы уже два решения принимали в пользу их за эти 2-3 года. Сейчас еще одно срочное решение надо принять, и они могут еще удвоить, утроить объемы производства. А это значит, что доля отечественного машиностроения на российском рынке будет увеличиваться. А это качественная техника, прибыли, налоги и новые рабочие места. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.